Ну, это ровно та же самая история, которая связана с Дагестаном. Все обо всем знали, а потом вдруг неожиданно прозрели и заговорили. Я в это не верю. Проблема миграции очень серьезная. И не мигранты виноваты в том, что они приехали сюда, и приехали они сюда не от хорошей жизни, а просто ровно так же, как Депардье приехал сюда, ровно так же приехали мигранты для того, чтобы заработать деньги. Но за ними стоит, безусловно, те, кто занимаются миграционной политикой. Федеральная служба, как она называется, миграции. Кто-то на этом, безусловно, на этих людях зарабатывает огромные, огромные деньги. Вот на этих людях. А то, что эти люди несут, как я уже сказал, не несут никакой пользы, это совершенно безусловно. Их становится все больше и больше. Возникает всевозможная антисанитария, болезни и так далее. Они становятся агрессивны, потому что они ничего, ну, большинство из них ничего не умеет делать, поэтому их увольняется работа, у них нет никаких прав, поэтому им ничего не остается делать, как добывать себе деньги на пропитание и проживание какими-то противозаконными способами. Но в то же время есть замечательные мигранты, которые работают, ну, скажем, официантами или кассирами, которые прекрасно владеют русским языком, которые выглядят как-то вполне культурно, ну, то, что требуют просто элементарные законы санитарии, да, и к ним нет никаких совершенно у меня претензий. А к толпам ходящих в спортивных штанах, в спортивных брюках, извините, и болтающихся по Москве, ничего не делающих, пьющих пиво за моей помойкой, куда у меня выходят два окна, собирающихся там по десять человек. Вот к ним у меня большие претензии, и мне приходится как избранному лицу в моем доме главному, приходится их гонять и заставлять их подметать улицы или убирать снег, и они продолжают прятаться и ничего не хотят делать. Вот эти люди вызывают опасения, безусловно.